Ну что же, приветствую братья, еще один прогноз для вас разобрал, а именно Александр Романов против Джареда Вандерза. Ну и что ж, давайте обсуждать со статистики, начнем как обычно, но перед началом данного ролика, кто будет смотреть впервые, кто не подписан, подписывайтесь, вроде идет все довольно-таки неплохо. Александр Романов, 14 боев, 14 побед, 4 нокаута, 9 сабмом, одно решение. Да, в последнем своем противостоянии, скажем там, Кинг-Конг показал себя непрям с хорошей стороны, были и для него какие-то опасные моменты, но в целом он забрал тот поединок. Я думаю, что, как бы, да, именно, наверное, по такому стечению обстоятельств ему не дали более серьезного соперника. Но Джаред Вандерза, я не считаю, что это боец вообще, в принципе, калибра UFC. Давайте его статистику. 16 боев, 11 побед, 6 нокаутом, 2 решением, 3 сабмом, 5 поражений, 1 нокаутом, 2 решением, 2 сабмом. Из оппозиции отметил бы Сергея Спивака. Вообще, мне не кажется, что он сможет составить какую-либо конкуренцию Романову, что-то противопоставить, в принципе, против Романова. Я думаю, что в портере Романов здесь на голову выше, да, в плане того, чтобы выйти на какой-то болевой или удушающий. Это вообще, ну, как бы, честно говоря, мне кажется, это такой себе мисс-матч для Александра Романова. То есть, это соперник. Вот, наверное, бери этого еще, проходи. А дальше посмотрим, вот, на уже более серьезную позицию тебе дадим. Потому что в прошлом бою... Ну, вообще, Романова очень умно ведут. Понарастающе дают оппонентов. Ну, да, последний поединок показал, что Романов не прям такой боец какого-то топового... А, возможно, даже и пред-топового калибра. Но, в любом случае, я думаю, что Романов будет в любом случае крепким средняком таким. Ну, по моему мнению. И поскольку я уже сказал, что, в принципе, поединок это такой мисс-матч для Романова, но победа за 1-2, я прям не знаю. Как бы и да, в экспресс, если и да. Динарам, конечно же, понятно, нет смысла забирать. 80 на 20. Я не знаю, что здесь должно произойти, чтобы Вандерзе как-то забрал победу. Я не знаю. Лайки-панч, я сомневаюсь. Случайный какой-то сабмишн, тоже сомневаюсь, что это вообще, в принципе, выйдет. Какая-то либо там сечка, остановка доктора. Разве что только это я себе могу предположить в данном поединке. Ну, и досрочку Романова дают немного. Немного, 1.45. Но, я думаю, самый логический вариант на данное противостояние. Вот. Я думаю, что Романов с таким калибр оппонентом должен разбираться более чем уверенно. Если нет, ну, блин, о чем мы тогда можем говорить? Романов и должен сам все понимать. Хочешь выйти на более серьезного оппонента? Разбери в начале этого в одну калиточку и очень, как желательно, досрочно. Ну, это, думаю, тот оппонент. Смотрите, 6 поражений, из них, в принципе, извиняюсь, 5 поражений. Из них-то, в принципе, 3 досрочных. Почему нет? Забить Гандед Паунтом, то вполне возможно. Придушить, то тоже попадался на болевые джары. Так что, вполне логичный исход, как по мне. Ну, и так, в принципе, у меня на этом все. Будем прощаться. До новых прогнозов. До новых встреч. Не забудьте, кто не подписан, подписывайтесь. Коммент. И лайк. Мне было бы очень приятно. У меня на этом все. До новых встреч.